Всем здравствуйте, меня зовут Илья. Данное видео будет посвящено лучшим инструментам, на мой взгляд, для инвестирования на крипторынке. Если ваша цель, с которой вы сюда пришли на этот рынок, она заключается не в том, чтобы ежедневно искать какие-то наиболее хорошие цены для покупок и наиболее хорошие цены для продаж, а просто инвестировать и забыть, то это видео, собственно говоря, для вас. Сразу оговорюсь, что сегодня в свой портфель криптовалют, который я предложу, я буду включать только криптовалюты из топ-20. То есть мой портфель будет достаточно консервативным. С него вы не увидите там x100, x200 или x1000, возможно, за какой-то короткий промежуток времени, но тем не менее вы будете защищены от того, что ваш портфель в моменте может просесть на 90-95%. То есть это будет случиться только если сам рынок на такую величину просядет. Итак, собственно говоря, начнем. Сразу оговорюсь, в своем анализе и в своем отборе инструментов я использую только технический анализ. Фундаментальный анализ рынка криптовалют я считаю не совсем применимым. Связано это со многими причинами. Главная из причин заключается в том, что по моему глубокому убеждению фундаментальная или внутренняя стоимость, называйте ее как хотите, всех криптовалют она равна нулю. И в долгосрочной перспективе их стоимость, она будет стремиться к этим отметкам. Что касается некого технического анализа, на какие вещи я буду обращать внимание. Первое это сбалансированность роста. Я буду смотреть, как далеко график, ну точнее я уже посмотрел для вас инструменты, отобрал. Я просмотрел, как график далеко отклоняется от своих средних значений и как после этого котировки на это реагируют, насколько глубокая коррекция после этого возникает. Далее, насколько инструмент сильнее или слабее рынка. То есть растет ли инструмент быстрее, чем в целом растет капитализация рынка, или наоборот медленнее, ну и наконец это устойчивость к спаду. То есть как инструмент реагирует на то, что падает весь рынок. Или он падает медленнее рынка, или он наоборот падает еще быстрее рынка. И в зависимости от этого я произвел отбор инструментов. Инструментов у меня получилось 8, в принципе все из них у меня уже открыты, никаких сюрпризов не будет. Первый инструмент, который я включил, это безусловно биткоин. Я считаю, что биткоин является тем инструментом, который сейчас очень хорошо страхует определенные крипториски. То есть когда рынок падает, рынок падает существенно. К примеру, многие альткоины могут потерять в 2 или в 3 раза. Биткоин теряет где-то около 20-25%. За счет этого биткоин, хоть и не принесет нам большую прибыль в какой-то перспективе, там краткосрочной, он тем не менее будет являться таким определенным хеджированием наших рисков по остальным инструментам. Поэтому биткоин однозначно будет в любом моем портфеле, в том числе и в этом, о котором я рассказываю вам сегодня. Далее это Ethereum. Ethereum я добавил по аналогичным причинам. Вторая по капитализации криптовалюта. Сейчас, если мы посмотрим на график, она вела себя очень сбалансированно. И после вот этого вот роста до 1400 она откорректировалась приблизительно в 2 раза. То есть недалеко от своих средних значений. Поэтому данную криптовалюту я также буду включать в любой свой портфель, в том числе и в этот. После этого эта криптовалюта Ripple. Ripple я включил сюда не потому, что эта криптовалюта выглядит очень надежной. Ripple как раз таки будет отвечать за доходность. Я считаю, что несмотря на то, что Ripple выглядит как монета, которую пампнули и потом забыли. Сейчас после такой глубокой коррекции я рассчитываю на такой же достаточно стремительный рост. Или хотя бы возврат к отметкам около 3 или возможно выше долларов. Учитывая, что сейчас котировки 1.6, это может принести нам около x2 при относительно умеренных рисках. Поэтому Ripple я также в данный портфель включил и добавил. После этого это Binance Coin. Binance Coin это криптовалюта биржи Binance. На мой взгляд она выглядит сейчас очень хорошо. Она достаточно сбалансированно росла до вот этого общего падения рынка. Поэтому Binance Coin я также предлагаю портфель включить. Я ее сделал отметку, но на этой криптовалюте как средняя по рискам. Итак, вместе с тем также есть еще криптовалюта NEO. Они чем-то похожи с криптовалютой Binance Coin. Именно по части соотношения прибыли к рискам. Я считаю, что NEO также выглядит очень хорошо по сбалансированности своего роста криптовалютой. И если бы вот здесь я бы еще сомневался покупать его или не покупать, то сейчас после достаточно существенной коррекции до отметок около 100, то есть в два раза и возврата к своим средним значениям около 150, я готов NEO в портфель данный январский включить. После этого Monero. Monero я включил в портфель по тем же параметрам, что Bitcoin, Ethereum или позже еще расскажу о Litecoin. Так как эта криптовалюта, она очень устойчива к падению. Весь рынок, как я уже сказал, буквально за последние пару дней упал в 2-3 раза, тогда как криптовалюта Monero потеряла приблизительно 35%. То есть это намного сильнее рынка, она скорректировалась как раз-таки к своим средним значениям. И сейчас по цене в 328 я готов данную криптовалюту также в данный портфель включить. После этого Bitcoin Cash. Bitcoin Cash здесь я отношу к высокой рисковой части данного портфеля наряду, наверное, с Ripple. И включаю его по той же причине. То есть после очень существенной коррекции сейчас выглядят цены очень и очень неплохими для того, чтобы данную криптовалюту в свой портфель добавить. Цены напоминают 1800, а потенциал роста, в принципе, ближайшая цель это около 4000. Ну как ближайшая, имею ввиду на длительном горизонте инвестирования. Вот. Это Bitcoin Cash. После этого, соответственно, Litecoin. Litecoin сейчас торгуется по цене около 200 долларов. И Litecoin это в целом его движение, оно копирует Bitcoin с незначительной разницей. Поэтому Litecoin это также низкорисковый, на мой взгляд, инструмент из топ-10. И я его тоже включаю в портфель, как такой низкорисковый инструмент. Итого у меня получилось 8 инструментов. Сейчас я покажу, как я распределил доли в этих инструментах. То есть, когда вы приходите на рынок, когда вы приходите на рынок криптовалют, вам обязательно инвестировать в ваши денежные средства, да, фиатные, в несколько криптовалют. Ни в коем случае не инвестируйте их в какую-то одну криптовалюту, которую вы где-то услышали, она вам показалась самой интересной. Или она уже, не дай бог, выросла в 10 раз и сейчас вы еще хотите ее купить в расчете на еще рост в 10 раз. Поэтому всегда определяйте какой-то перечень криптовалют, как минимум 5. Я для наибольшей безопасности, все-таки мой подход консервативный, толерантность к рискам у меня низкая. Я включил 8 криптовалют. Итак, зелеными для вашего удобства я пометил криптовалюты с относительно устойчивые, так скажем. То есть, те, которые наиболее устойчиво реагируют на падение рынка. Со средними рисками я отметил NEO и Binance Coin. Опять же, средние риски, низкие риски, высокие риски. Это все относительно и так достаточно надежных криптовалют, которые уже в топ-20. И с высокими рисками это Ripple и Bitcoin Cash. Зеленые криптовалюты у меня занимают 50% всего портфеля, по 25% на средние риски и на высокие риски. Что эти цифры означают в доле, я думаю, многим понятно, но тем не менее объясню. К примеру, у вас 10 тысяч долларов. Это означает, что тысячу вы должны инвестировать в Bitcoin, 1500 в Ethereum, 1500 в NEO и так далее. То есть, распределить доли портфеля согласно тем цифрам, что указаны вот здесь. Я зафиксировал сюда цены, которые сейчас есть на рынках. Сейчас уже кое-где ниже, потому что видео я записываю со второй попытки. И здесь также структура портфеля. То есть, наглядно она изображена. Напоминаю, что рискованная часть портфеля это 25%, средние риски 25% и наиболее высокие риски, наиболее низкие риски, извиняюсь, 50%. Все котировки взяты с биржи Bitfinex. То есть, если у вас другая биржа, делайте, пожалуйста, поправки на котировки. Но, несмотря на то, что вы что-то купите дороже, чем цены, которые я вам привел на другой бирже, на другой бирже вы также и продадите дороже. Поэтому разница, в принципе, и доходность, а может и убыток. То есть, возможно, и такое. Безусловно, возможно. Они будут соизмеримы. Я не стал максимально подробно описывать каждую часть графика. То есть, моя задача это не уговорить вас инвестировать именно в эти криптовалюты, а просто показать в расчете на вашу адекватность восприятия информации, какие криптовалюты я считаю наиболее интересными и наиболее перспективными, если вам нужен портфель купить и забыть. Этот портфель не сильно отличается от того, что я формировал для себя в декабре. Из-за замен здесь NEO, из-за замен здесь Binance Coin. Все остальное, в принципе, осталось на месте. Ну и некоторые криптовалюты я убрал. Если вы все-таки пришли на рынок криптовалют для того, чтобы делать, удесятерять или там еще больше увеличивать свои активы, то, возможно, этот портфель, точнее, невозможно, он точно вам не подойдет. Этот портфель с целью вложиться в надежные инструменты с получением соизмеримой доходности. Вот таким вот образом. Я не буду на данное видео ставить какое-нибудь крутое название, как я уже сказал. Это просто мои мысли. Поэтому помните, что рынок криптовалют является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйте сюда то, что не готовы потерять. Рынок может упасть через 2 года, рынок может упасть через 2 минуты. Поэтому я с вами прощаюсь. Если вам интересна эта тематика, подпишитесь, пожалуйста, на канал и оцените это видео. Пока!